В зале и по видеосвязи присутствуют все структуры правительства и исполнительных органов области, главы муниципальных округов, представители общественности и молодёжь. Стратегию социально-экономического развития территории до 2030 года главе региона Максиму Егорову готовится представить Мордовский округ. Благодаря государственной поддержке и реализации национальных проектов в Мордову в последние десятилетия произошли большие перемены. Значительно улучшилось качество автомобильных дорог. Построен мультистадион, который мы с вами вместе открывали. Благоустроены детские спортивные площадки, открыт 3D-кинотеатр, построена новая современная школа, работает музей земляка поэта Вячеслава Богданова. Сейчас мы с вами узнаем, как руководство Мордовского муниципального округа предлагает развивать территорию и каких результатов планирует достигать. Мордовский округ – сельскохозяйственная территория. В числе приоритетных направлений отмечает глава муниципального округа Сергей Манн развитие АПК. В 2022 году по основным видам экономической деятельности в лаворе реанимальный продукт составил 10,2 миллиарда рублей. Наибольший вклад в его формирование до 93,3% вносит сельское хозяйство. В ближайшие 7 лет на территории округа намерены реализовать целый ряд крупных инвестпроектов. В планах открытие сервисного центра по обслуживанию сельхозтехники, строительство систем орошения в шести хозяйствах округа и строительство сахарного завода, который обещает стать крупнейшим предприятием такого рода в России. В планах поднять среднемесячную заработную плату в агросфере до 85 тысяч рублей. Переходя к теме медицины, власти округа называют дефицит кадров одной из главных проблем. Помочь в ее решении считают в округе должно целевое обучение, а также участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Кадровые вопросы в сфере образования также актуальны для округа. Для их решения введены выплаты молодым педагогам, а также студентам, которые обучаются по педагогическому направлению. Говоря же о развитии системы образования округа в целом, стоит упомянуть то, что запланирован капитальный ремонт сразу трех дошкольных учреждений – двух школ и детско-юношеской спортивной школы. Также в числе планов на семилетку увеличить ввод жилья в округе до 6,5 тысяч квадратных метров, создать свыше 600 новых рабочих мест и увеличить число предпринимателей. В итоге руководство территории ожидает увеличение объема инвестиций в основной капитал до 4 миллиардов рублей. Собственные доходы бюджета должны вырасти на 20 миллионов. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Александр Кобзарёв, Область новостей.